Всем привет дорогие друзья, сегодня распаковываем очередную посылку из Китая и это у нас мини патрон для гравёра или бормашины. Еще в простонародье их называют дремель, но судя по комментариям под данным товаром, для оригинального дремеля этот патрон не подходит. Зато отлично подходит почти для всех дешевых китайских гравёров. Посылка шла около месяца, цена на день заказа была 1 доллар 87 центов, ссылка как обычно будет под видео в описании. Данный патрон при необходимости можно легко разобрать, так как он разборный и для этого дела как раз отлично подошел маленький ключик, который шел в комплекте с моим китайским гравёром. Откручиваем сменную цангу, снимаем ее вообще, теперь она нам не нужна и накручиваем мини патрон. Диаметр и шаг резьбы совпадают, то есть патрон как раз отлично подходит, что не может не радовать. Ну и теперь давайте попробуем его протестировать. Теперь попробуем установить побольше насадку. Диаметр также больше и раньше нам нужно было менять цангу на другую. Теперь же нам цанги не нужны вообще, то есть сейчас просто как в обычной дрели или шуруповёрте. Теперь смена насадок происходит намного быстрее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, видим, стерлась немного краска Немного цепляет Ну, это так, не критично в принципе Я думаю, что оно лишнее там Лишний пластик сотрёт Да и будет нормально работать Ну, или в крайнем случае придётся срезать немного пластика ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, а теперь давайте посмотрим, какой максимальный диаметр Можно сюда установить Сначала попробуем четвёрку Четвёрка не подходит Далее 3,5 мм Ну, 3,5 мм отлично подходит Хотя на сайте продавца, по-моему, указано максимально 3,2 мм Ну, в принципе, всё нормально Ничего я спиливать не буду Она уже там себе выработала, сколько нужно было Ну, давайте посмотрим, что же внутри Корпус, судя по всему, алюминиевый Внутри 3 стальных лепестка подпружиненных И получается, когда мы закручиваем патрон Мы надавливаем через металлическую шайбу Эти 3 лепестка И, соответственно, они зажимают насадку или сверло Кто-то в комментариях под данным товаром писал, что данные лепестки у него заедают Зажимаются неравномерно Я думаю, возможно, он просто разобрал патрон и шайбу перевернул в обратную сторону То есть выемкой не внутрь, а наружу И когда они накручивают патрон на резьбу Получается, что идёт смещение в одну или другую сторону Ну, это я так думаю, ничего не утверждаю У меня всё работает нормально Хотя, я на всякий случай внутрь ещё капнул немного масла Может быть, конечно, от этого наоборот будет налипать всякая стружка И будет заедать Ну, это посмотрим, если что, потом уберу смазку В общем, пока работает всё нормально Если данное видео было для вас полезно Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал Если кто ещё не подписан Будет много чего интересного Делитесь ссылками в соцсетях, друзьями Ну, а у меня пока на этом всё Благодарю за внимание И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok